Тут еще два железных купола в Украине продают. Американцы якобы поставляют. Тебе понравилась эта новость? Ну, а зачем? Нет, то, что продают, вот если можно украинцам что-то всучить, да. А железный купол зачем? Кто-то, у кого-то косамы есть? Или ракеты такого типа в районе Украины? Железный купол, кто-то собирается обстреливать города Украины. Что им прикрывать-то? Это ведь оружие специфический для нашего района, для нашей, для той опасности, которая есть у нас, и она не военная в данном случае. то есть обстрел ракетами городов. Это защита точечная, и причем это, это же, надо же понимать, железный купол, он против болванок. То есть тупых ракет, которые летают, летят по траектории и не могут маневрировать. тупых ракетами. То есть это самые примитивные ракеты на небольшом расстоянии. И хорошо. То есть смысла ноль? Кому они нужны? Почему их никто не покупает? Потому что плохо продают. Плохо продают. Африканцы продают. Потому что они как неуловимый Джон. Они никому с точки зрения военной тактически никому не нужны. Потому что ни у кого нет таких проблем, которые есть у нас. А на поле боя они не нужны. Они для защиты гражданских объектов. А когда ракета маневрирует, ее железный купол не берет. Он же как работает? Взлетает ракета, ее локатор тут же фиксирует, компьютер по месту и углу взлета. Определяет ту точку, куда она упадет. И если она падает на тот объект, который надо защищать, она высылает ракету, чтобы ее сбить. Но это имеет место, имеет значение, имеет смысл, если ракета летит в сторону гражданского объекта. ракета, которая сбивает, ракета, которая пользуется железный купол, она в сотни, если не больше раз дороже той ракеты, которую сбивает. Но проблема не соотношения цен ракет, а соотношения цены. Что будет, если ракета упадет на детский сад? это не та ситуация, которая на Украине. Ну и, конечно, абсолютный пик, это то, что произошло в Америке. Тебе понравилось то, что в обход президента Соединенных Штатов Америки руководитель там этих начальников штабов МИЛи звонит китайцам, чтобы их предупредить и говорит, мол, ребята, смотрите, если наш вдруг решит нанести ядерный удар, я вам заранее позвоню. При этом Трамп говорит, ребята, вы что, с ума сошли? Это же тогда измена, если это так. При этом он подтверждает, что это так. А Байден говорит, все нормально. Я уже ни раз, ни два, ни один год повторяю, что Соединенные Штаты это государство, которое нередко каждый делает то, что он хочет и связано с другими. У каждого своя свадьба, у каждого своя ловочка. С другой стороны, система общего единого управления, оценки, принятия решений Соединенных Штатов это катастрофа. Полная катастрофа. то есть, если безответственные политики, чтобы создать какое-то отрицательное впечатление, выбрасывают явную дезинформацию о том, что их страна начинает войну, а главнокомандующие войсками, не верховный глава на основании газетной статьи приходит к выводу, да, это может быть и связывается с противником и говорит самыми лучшими намерениями. Не, не, мы не собираемся без того, чтобы говорить с верховным главнокомандующим или вообще с кем-то. Это Америка. Газетная статья безответственных журналистов, которые работают на какого-то политика, ставят страну на границу войны. Потому что а если бы китайцы среагировали на это? То есть, как среагировали? Привели войска в боевую готовность. Привели систему стратегического оружия в немедленную боевую готовность. Привели флот, включая боевую готовность. Направили бы корабли и подняли бы в воздух самолеты по направлению к Тайваню. Ну, по идее, они должны были так поступить? Не, ну, есть у них определенные планы и этот вариант тоже может быть частью этих планов. военная система, она работает четко. Есть ситуация А, на эту ситуацию А, есть определенные военные планы, готовность номер три, поехали. Все. другие же тоже начинают сразу реагировать. То есть тут начинается эскалация. Тут начинается эскалация. А потом, когда смотришь, вот любая страна, которая смотрит на Соединенные Штаты и находится с ней в каком-то состоянии, когда может быть вероятность войны, начинаешь думать, а кто там отдаст приказ, кто нажмет на кнопку. Сегодня это так, а завтра наоборот. То есть если командующие войсками в начале генерального штаба говорит, а я, а войны не будет, а может завтра будет наоборот. Но это измены или нет? То, что он сделал, конечно, по законам любой страны, это измена. С другой стороны, причина этой измены, это уже суд должен решать. Это попытка предотвратить ядерную войну. То есть по факту да, он выдал противнику без санкций, вступил с ним переговоры на тему безопасности, которая имеет решающее значение для безопасности Соединенных Штатов. санкций. Редактор субтитров Корректор Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга